Долги надо возвращать даже спустя годы. Это стало одним из главных принципов Юрия Мещерякова, поэт, прозаик, член Союза писателей России, если говорить о творчестве нашего земляка. Офицер, командир мотострелковой роты, участник боевых действий в Афганистане. Это жизнь до литературного периода. Я закончил военное училище в 1983 году. У меня были отличные оценки за перекладину, за брусья, бег, марш-броски, за штангу, за борьбу. То есть элементы физической подготовки у меня были на отлично. Соотношение мышечной массы к общему весу тела было прекрасное. То есть для меня нагрузка была только в том новинкой, что было мало кислорода. Наш полк стоял на высоте 2000 метров, и наши боевые задачи начинались от 2 и до 4800. Самостоятельная жизнь мальчишки из Тамбова началась в 15 лет. Закончил школу, поступил в Суворовское училище и дальше, как в песне. И носила меня, как осенний листок, за тысячи километров от родного края. Я вот виноват перед Тамбовым, перед своим городом, где я родился, что для меня он уже не был родиной. Для меня он стал частицей на карте огромного Советского Союза. Для меня большей родиной был Ташкент, потому что я в Ташкент возвращался из Москвы, из Афганистана, откуда-то еще. Для меня это сейчас Ташкент, узбекская столица. А тогда это был серьезный, большой, значительный центр Советского Союза. И он был мне ближе, чем мой родной город. И вот сейчас мне стыдно об этом вспоминать. Объездил всю страну, говорит Юрий Альбертович. Судьба военного забросила и в Афганистан. Участие в боевых действиях, Орден Красной Звезды и горечь утрат. Особенно сложно было в 1984-м. В 1984-м году, когда я начинал служить, погибло, в общем, много. Когда сейчас смотришь статистику, раньше мы эти статистики не знали, это, в общем-то, это пиковый год был по потерям. Собственно говоря, по активности боевых действий. Мы пытались переломить ситуацию, но и у нас, в общем-то, ничего не вышло. Тема афганской войны основная в произведениях Мещерякова. В 2011-м – хроники афганской войны. В 2015-м – презентация романа «Время мужчин». В произведениях – подвиг советского солдата, который выполнил свой долг до конца. Именно желание рассказать правду о той войне, не дать фактам стереться в памяти и сподвигли офицера взяться за перо. Ты был кем-то, и вдруг тебя привезли грузом 200, похоронили, обелиск стоит, и про тебя никто ничего не знает, кроме что, да, ты родился, погиб, еще раньше, как говорится, скончался или умер, а то, что погиб в бою, в то время на памятниках не писали. Когда вот это все накатило… На встрече со студентами Маршанского многоотраслевого колледжа Юрий Мещеряков говорил не только о событиях 70-х, 80-х. Тема Родины как в широком понятии, так и Родины для каждого из нас. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. «Афганистан болит в душе моей» – цитата из выступления Юрия Мещерякова. На вопрос, смогли бы вы переключиться на другие, более романтические темы, писатель отвечает, тоже цитата, «Наверное, смогу, но это будет гораздо позже». Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok